здравствуйте с вами снова фантом продолжаем серию экспериментов практикума по изучению 50 герцовых трансформаторов сегодня подаем динамическое питание на трансформатор которому подключена нагрузка вторичная обмотка ламп 100 ватт всем эксперимент то же самое здесь у нас генератор 2 герца 81 скважность ключик который подает замыкает диодный мост подающий питание на первичную обмотку трансформатор токовый трансформатор немножко другой чтобы больше токи мерить и собственно сломан подаем питание на коммунирующий ключ что мы здесь видим что несмотря на то что по теории зависимости от фазы на подключение трансформатора ток в первичной обмотке должен меняться особенно когда мы подключаем в нуле он резко должен возрастать здесь возрастание не происходит как вы видите независимо от фазы ток у нас остается абсолютно неизменным вот мы сейчас пройдем полностью всю 360 градусов видите да а теперь делаем одно маленькое изменение скважность изменим с 81 до 82 поехали появляется артефакт как мы его назвали бугорок или пупырышек который проявляется не только в одном периоде а в нескольких но не это сейчас главное главное что есть бросок тока и он появился из-за изменения скважности на 1 процент что же произошло а произошло следующее замкнутом сердечнике для броска тока важен не только момент включения но и момент выключения А главное не это. Главное направление тока в эти оба момента. Если направление тока в момент выключения и в момент включения совпадает, то есть как бы синусоида продолжается, то сердечник трансформатора не видит вот этого разрыва. Его как будто не существует. Он продолжает работать с той же точки. Если направление изменения тока противоположено, то мы видим возникновение броска. Спасибо за внимание.